Листовки с именами всех заложников. После кровавой атаки боевиков радикального исламистского движения «Хамас» прошло более недели. Друзья, близкие убитых и похищенных израильтян и просто неравнодушные собрались здесь, в Тель-Авиве, чтобы напомнить о жертвах террора. Ахшам! 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 Одни участники акции обвиняют правительство, другие пришли в знак солидарности с семьями жертв. У этой девушки заложниками «Хамаса» стали шесть членов ее семьи. Примерно в 10.30 утра в их дом ворвались террористы. Их было несколько десятков. Они кричали и размахивали ножами. Я успела коротко поговорить с Доран. Она прислала мне запись с сообщением «Май, здесь террористы». Они кричат, мы тут одни. Доран Кац – ее родная тетя. Женщину забрали в плен вместе с маленькими дочерьми Авиф и Радз. Они были в гостях у родственников в Нир-Озе, кибуце, расположенном неподалеку от Газа. Дядя девушки, Равид Кац, тоже пропал, как и его пожилая мать Эфрат и ее муж Гат-Маше Моссес. Я пришла сюда, потому что у моей семьи сейчас нет голоса. Они мертвы или похищены. Я здесь, чтобы быть их голосом. Я жду от мира максимальной задействованности и помощи. О том, что произошло, Май узнала из видеотеррористов Хамас в ТикТоке. Телефон ее тети позже был обнаружен в Газе. Май на грани отчаяния. Ее тетя – гражданка Германии. Но это на ситуацию никак не влияет. Хамас убивал и похищал не только израильтян. Среди заложников террористов – люди 43 национальностей. До 150 человек были похищены, и, предположительно, все они еще находятся в заложниках в Газе. Их семьи не знают, где они, как они себя чувствуют и живы ли они вообще. Люди в Израиле убеждены, что кровавую атаку на мирных граждан нельзя оставить без ответа. Но каким именно должен быть этот ответ – единства нет, по крайней мере, здесь, на акции в Тель-Авиве. Израильское правительство должно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы сделать все необходимое для освобождения захваченных людей, а не концентрироваться на какой-то месте или на том, что они пытаются сделать сейчас. Я думаю, что единственный вариант, который у нас сейчас есть, к сожалению, это зачистить газу. Думаю, сейчас очень многие в Израиле поймут, что кровопролитие – это не решение проблемы. Оно никогда не было решением и никогда им не будет. Однако на данный момент кажется, что остановить кровопролитие в ближайшее время уже не получится. О реакции израильского общества на предстоящую наземную операцию поговорим с корреспонденткой издания «Коммерсанты» и автором популярного телеграм-канала «Фалафельная» Марианной Беленькой. Она с нами на прямой связи из Бат-Яма. Это недалеко от Тель-Авива. Мариана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как у вас обстановка в городе сейчас? Ну, сегодня тьфу-тьфу была спокойная. Вчера в Бат-Яме было попадание ракеты, слава богу, без жертв. В Тель-Авиве сегодня были сирены. Наш город – это как бы с южной части Иерусалима. Тель-Авив практически примыкает к Тель-Авиву. А в самом Тель-Авиве звучали сирены, был сигнал тревоги. И чуть севернее Тель-Авива сегодня было. И вот только что был ракетный обстрел из Шкелона. Но там, к сожалению, очень часто обстрелы. Это город практически около газа. А что вообще сейчас говорят граждане Израиля по поводу начала наземной военной операции? То есть какие слышатся голоса по этой теме? Ну, в основном ждут. Ждут, когда это произойдет. Я не слышала никаких таких особых различий на эту тему. Различия происходят. Все споры в основном по двум вопросам. Судьба заложников и что делать дальше потом с газом. То, что входить войскам в газу нужно, здесь, в общем-то, такое редкое для Израиля единодушие царит. Вот это удивительно, потому что ведь, если я правильно понимаю, если начнется эта наземная военная операция, многие военные, к сожалению, там расстанутся с жизнью. И непонятно, как будут освобождать заложников. Они тоже будут под угрозой. Но альтернативных каких-то голосов не слышно в Израиле. Мы сейчас с Давидом Шарпом говорили тоже на эту тему. Да, есть разные голоса по поводу альтернативных заложников, о том, что нужно освобождать, нужно менять и прочее. Здесь да. И особенно это понятно, что есть семьи заложников. Естественно, они будут до последнего биться за спасение своих родных и близких. Что касается жертв, собственно, наверное, ваши собеседники уже говорили, последняя израильская военная операция наземная в секторе Газа была в 2014 году. И с тех пор туда не заходили, именно опасаясь жертв. И были прогнозы, что оценки такие грустные, что может Израиль потерять около 800 солдат. Это много для маленького Израиля. Это очень большие цифры, поэтому воздерживались. Но сейчас, после того, как Израиль потерял около 1300 человек в течение одного дня, и большая часть из этих людей, гражданское население, в том числе дети, Израилю не осталось, в общем-то, выбора. И граждане понимают, что, к сожалению, такую цену придется заплатить. Тем более все видели, что вылазки хамасовцев продолжаются, продолжались до последнего времени, попытки продолжаются. И, в общем, нельзя это оставлять так, как это есть. Марьяна, скажите, а критикуют ли правительство сейчас? Если да, то за что? Критикуют, естественно, за то, что оно вот это все прошляпило, если можно так мягко сказать, то, что занималось внутренними дрязгами, что в итоге армия и разведка проглядели, и правительство тоже есть доля ответственности. Ну а дальше каждый критикует в меру своих политических взглядов. Но, в принципе, тоже есть консенсус, что давайте подождем до конца. Ну, он все равно это прорывает, все равно есть критика, но в целом люди соглашаются, что нужно подождать до окончания войны, потом разберемся. Потом, да, правительство должно ответить за все. Марьяна, а что слышно вот о дипломатических усилиях вокруг конфликта? Кого, может быть, называют в роли потенциальных посредников? Ну, самое активное у нас в США, у нас Блинкин колесит по региону уже практически неделю. Он был в Израиле, был в Иордании, был в странах Персидского залива, сегодня он в Египте, и завтра, как говорят, он опять возвращается в Израиль. Вот США добились договоренности с Израилем, что Израиль включит воду в секторе газа, на юге, в части районных сектора газа, на юге, куда он призывает эвакуироваться население палестинской сектора газа. Это произошло благодаря посредничеству США. США посредничают в вопросе заложников, и США посредничают со всеми странами региона, призывая их особо не вмешиваться, проявлять умеренность и в целом сотрудничать на деэскалацию конфликта. Но также Египет был подключен к этому, он всегда подключен к переговорам между Израилем и палестинскими движениями, группировками. И, собственно, другие страны плюс-минус предлагали арабские свои услуги. Марьяна, спасибо вам большое, берегите себя. Спасибо. Спасибо.